Автобусы начали движение по летнему графику. Началась весенняя призывная кампания в городе, уроки мужества для старшеклассников, волейбольные баталии в школах, посвященные первому космонавту. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. В этот день, в 1961 году, на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский. Пилотом-космонавтом корабля был лётчик-майор, наш земляк-смоленин Юрий Гагарин. Первый полёт космонавта продолжался 108 часов и прошёл успешно. Начался дачный сезон, и автобусы вступили в свою самую активную пору движения. И первое, чем озадачиваются пассажиры, по какому расписанию будут курсировать автобусы по нужному маршруту. Весенний-летний период движения общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам начинается 16 апреля и продлится до 1 октября. Для организации регулярных перевозок и удобства десногорцев администрации города утверждено сводное расписание движения автобусов. «Размещено сводное расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на осенне-летний период. Период начинается с 16 апреля по 1 октября. Информация размещена на сайте администрации, на интернет-площадках в Десногорской службе и в наших газетах в Десная и Русской. Читайте, пожалуйста». Также сводное расписание движения общественного транспорта в весенне-летний период размещено на сайте телеканала desnadefis.ru и на мониторах в автобусах транспортной компании «Атомтранс». Молодежь Десногорска в возрасте от 14 до 35 лет может принять участие в конкурсном отборе на присуждение национальной молодежной общественной награды «Будущее России». С положением о порядке организации проведения мероприятия можно ознакомиться на сайте kult24.ru в разделе «Проекты». С начала этого месяца в Смоленской области стартовала весенняя призывная кампания. 9 апреля в администрации Десногорска состоялось первое в этом году заседание призывной комиссии. Как проходит призыв у нас в городе – в нашем следующем сюжете. На первое заседание пришли 19 призывников. По решению комиссии, четыре десногорца в ближайшее время будут призваны на службу. Остальные 15 человек получили отсрочку на законных основаниях или освобождение от срочной службы в армии по состоянию здоровья. «Всего за весенний призыв молодого пополнения мы должны отправить с нашего города 35 юношей. Ребята есть, ребята хотят, ребята будут служить, ребятам это нравится и надо. Также у нас шесть человек заявили желание для поступления в высшее учебное военное заведение. Ребята собирают документы, ребята будут поступать. Я надеюсь, ребята будут офицерами». Новобранцы весеннего призыва будут проходить срочную службу в сухопутных войсках, в ракетных войсках стратегического назначения и в войсках Национальной гвардии. С 9 апреля стартовала акция «Это наша победа». Чтобы стать участником международного гражданско-патриотического проекта, необходимо сфотографироваться с хэштегом «Это наша победа». Вместе мы – сила и мы – патриоты России. Фото разместить на своих страницах ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм и Твиттер. В четвертой школе нашего города прошел очередной урок мужества во славу Отечества для старшеклассников. С какой целью они проводятся для молодого поколения, расскажем прямо сейчас. На встречу с учениками пришли глава города Андрей Шубин, ветеран вооруженных сил подполковник в отставке Владимир Исаев, ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Кононенко, военный комиссар города Сергей Сибелев и председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова. Уроки мужества для будущих защитников Родины – это прежде всего занятия для воспитания патриотизма и дань памяти героям ушедших войн. Гости пообщались со школьниками и дали несколько советов на будущее. Хочу сказать, что служба, она нужна. И мы не только обязаны, но и должны служить наши дети, внуки, правдуки, для того, чтобы быть достойными защитниками нашего города, семьи, страны. Порох военкомата, как я давно говорил, для вас всегда открыт. Любые вопросы, любые предложения, потому что есть такая профессия Родина Зуши, она обязана быть. Во всех школах Десногорска серьезно относится к гражданско-патриотическому воспитанию и уже с начальных классов прививают любовь к Родине, потому что каждый мальчик должен понимать и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою страну. Для этого и проводятся такие мероприятия. Коллектив сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской атомной электростанции «Шанс» руководители Алла Коробейникова и Александр Хазиков, стал победителем и призером двух международных фестивалей «Наследие времен и богатство России». С фестивалей младшие и старшие коллективы ансамбля и солисты вернулись лауреатами первой, второй и третьей степеней. Ребятам пришлось конкурировать на сцене более чем с двумя тысячами творческих людей из России и Беларуси. И в завершении выпуска немного о спорте. В Десногорских школах стартовал традиционный кубок по волейболу «Надежда», посвящённый первому полёту человека в космос. Подробности с открытия прямо сейчас. Торжественное открытие Кубка «Надежды» состоялось 11 апреля. В спортивном зале первой школы собрались 10 волейбольных команд. Это школьники и студенты Десногорского энергетического колледжа. Поздравить ребят с началом соревнований пришли почётные гости, благодаря которым турнир проводится ежегодно. Это директор «Атомтранс», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко и руководитель филиала «Атомтехэнерго» председатель городского совета депутатов Владимир Блохин, а также представитель предприятия «Элс» Андрей Смирнов. «И очень приятно, что у нас стала традицией проводить вот такие турниры. Если помним, в том году, в четвёртой школе, для нас все есть условия. Я понимаю, что вы молодые, здоровенные, но всё же желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, успеха. Но в спорте побеждаем сильнее и особенно кто занимается тренировкой успеха». За помощь в организации турнира всем руководителям предприятий были вручены благодарственные письма от Комитета по образованию. В этом году у Кубка Надежды юбилей. Ему исполнилось 10 лет. Ежегодно этот турнир проходит в преддверии Дня космонавтики. «Благодаря помощи руководителей предприятий города Десногорска. И на этом ребята ждут целый год этот турнир, готовятся к нему». Десногор – спортивный город и такой вид спорта, как волейбол, очень популярен. Его азы ребята постигают ещё в школе. Мария Шуткова этой игрой увлеклась 4 года назад. Сейчас это для неё самый главный вид спорта. «Я получаю огромное удовольствие от этого. Прямо, знаете, выходишь на поле, забываешь обо всём, думаешь только о игре, о том, вот там твой соперник, здесь твоя команда, и ты должна не подвести свою команду, не подвести своего тренера. И вот ты полностью отдаёшься этому волейболу. Спорт помогает спориться со своими эмоциями, которые ты не всегда можешь кому-то рассказать, вот что-то вот внутри иногда так всё надоедает или ещё что-то. И ты вот идёшь на поле и всё это выбрасываешь». Игры будут проходить по круговой системе. Финальные поединки состоятся в пятницу и, как положено в спорте, победит сильнейший. Об итогах турнира вы узнаете из нашего следующего новостного выпуска. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова